Я вечно смотрю. Подождите. Я вас искренне люблю. Потому что вы настолько непредсказуемая фонтанка, что такое ощущение, как будто вы... Я рада, что вы как на американских городах ждите. Не, мне это... Знаете-ка, как говорится, нам-то на лампочке. Просто очень хочется, чтобы вы иногда свою агрессию как-то правильно обосновывали. Но фонтан иногда такой выдает против цирка. Аж обидно становится. Простите за это. Даже аплодисменты вы не видите. Спасибо вам большое. Задавайте вопросы. Хочу немножко вас двинуть в такое классовское размышление. Вот сейчас прошел фестиваль «Идол», и перед «Идолом» непосредственно был фестиваль молодежи в цирке Николина. И вы там также были в жюри. Скажите, пожалуйста, вам удалось отсмотреть, наверное, не только те номера, которые были в программах этих фестивалей, но и то, что заявлялось как на соискательство, да, то есть те, которые хотели, но не попали, или которых не взяли. Как бы вы оценили на сегодня состояние цирка в его жанр молодого образа? Что на сегодня активно развивается, а что, чего вообще нет, или что умирает? Хорошо. Ну, это я скажу свое мнение, как член жюри, который действительно на протяжении года много раз бывал и как артист, и как один из членов жюри. Мое глубокое убеждение заключается в том, что если сегодня умрать российский и китайский цирк, то фестивальное движение в мире остановится почти сразу. Потому что мы будем видеть номера, где принимают один, два, максимум три артиста. Я говорю про номера высокого качества. Сейчас импрессарио и директора всех фестивалей гоняются за групповыми номерами вот у типа Сергея Трушина, который сегодня присутствует, Якова Эка, у которых по 15-20 собственных партнеров, артистов, которые действительно стоят на одну команду и находятся на очень высоком профессиональном уровне. Сегодня общий мировой цирк, я могу назвать, ну, общий мировой, давайте это Европа и Америка, в очень тяжелых условиях, именно благодаря тому, что вот такие издания, как Фонтан Пару, позволяют себе не помогать цирку, а активно уничтожать его. Вы не правы. У меня вышло две большие монографии от цирки. Я занимаюсь каждый день цирком, понимаете? Каждый день. Но вы, хозяин, не можете так говорить. Послушайте, пожалуйста, я не называю вашу фамилию, я называю ваше издание. Не принимайте это на свой личный счет. Потому что... Вы же мне задали вопрос? Вы слушайте. Вот с той активностью, с которой сегодня пропагандируется, что цирк это чрезвычайно жестокое искусство, прежде всего по отношению к животным, сегодня, сегодня, уже почти уничтожено цирк в Европе. Почему? Потому что, исключая животных, исключая, вы, простите меня, я говорю, вот вы, давайте, радикальные зоозащитники, все те, кто их поддерживает, послушайте, доводят до того, что люди потом в цирк в принципе не идут. Программы без животных становятся чрезвычайно неинтересными. Хоть и высокого качества, общий поток зрителя перестает интересоваться цирком как таковым, потому что отсутствие животных сужает спектр возможностей цирка раз, сужает эмоциональный его фон для всех слоев и возрастов, и возрастов населения. Поэтому сегодня цирку в мире очень тяжело. И две державы, две державы, это Китай и Россия, очень бережно относятся сегодня к традициям современного своего цирка. Очень бережно. И личное отношение президента Российской Федерации к российскому цирковому искусству сегодня не позволяет нам даже ставить такой вопрос, что животных надо убирать из цирка, потому что это беда несправедливости. Надо бороться со многими вещами, надо бороться с некачественными нарисовщиками, надо бороться с жестокостью, это все правильно. Поэтому цирк сегодня, ну, очень им тяжело. Очень тяжело. Вот Америка, Европа, им очень тяжело. Сейчас с удовольствием, вот Сергей Григорьевичка, вице-президент Напарея Росгуссов, мне даст собрать, какое количество сейчас иностранных дрессировщиков уже заехало к нам в страну, потому что не могут уже там непоносимо работать, и какое количество бросился к нам в страну. Вот. Теперь рассказывай дальше. Хрисов при этом интерес к цирку, я уверен, растет. Растет. Посмотрите, сколько вас сегодня много. Я благодарю каждого из нас за то, что вы сегодня пришли к нам. Альтернатив сегодня в Санкт-Петербурге много, вас зовут везде. На премьеры, на выездок и сегодня вы пришли к нам в цирку. Потому что, ну, есть надежда, что приехало что-то очень хорошее. И мы должны эту надежду сегодня оправдать. Поэтому мы сегодня боремся за наше имя. Борьба идет, буквально в смысле слова, сегодня. И мы сегодня очень заинтересованы в том, чтобы негативная информация, которая имеет место быть, как в любой профессии. Есть и журналисты продажные, есть и врачи, которые болят на тень лекарств и на маленьких детей. Мы боремся за то, чтобы тень никогда не падала на всю культуру. Вот что важно. Знаете, знаете, какая есть тенденция? И вы должны это понять. Если вы идете в кино на некачественный фильм, вы говорите, что это фильм плохой. И не пойдете на этот фильм еще раз. Если вы сходили в цирк и вам не понравилась программа, вы говорите, что цирк плохой. Я не пойду больше в цирк. Вот это наша сегодня, к сожалению, современная болезнь, с которой мы вынуждены бороться. И я буду благодарен, если вы нам будете помогать. Два слова. Я сделала материал о вашем профессировщике, об Александрове и о Тимченко. Большой материал в театральном издании. Вы даже представить себе не можете, каких усилий стоит запихать материал о цирке в театральный журнал. Еще. Вот я держу петербургский театральный журнал «Рока». Совершенно новый номер. В нем вышла огромная статья. Вот я с Евгением Дрошуна хочу подарить этот номер. Подождите. Как вас зовут? Меня зовут Ирина Селезнева-Рэдов. Ирина Селезнева-Рэдов. Да, секундочку. Итак, я спросила вас совсем о другом. Я спросила вас о том, какие жанры, на ваш взгляд, сегодня цветут в цирке. А то, что с животными беда, я знаю об этом. И мне это больно. А что на вас взгляд сегодня, вот, как бы, какого-то нового распределения сил? Раз вы считаете, я не ответил на ваш вопрос. Да. Дрессуру человеку тяжелую себя чувствует. Вот я уже с тех сранок перечислил. Цирку постоянно мутилует. Есть жанры, которые появляются. Есть жанры, которых становится очень много. Есть жанры, которые исчезают. Вот сегодня почти каждый программ Росгус-Цирке есть номероснушками. Хорошо это или плохо. С одной стороны здоровое животное, с другой стороны в каждой программе они не должны быть. И надо проводить, проводить некую работу. То есть немножко, немножко сокращать. Присупредом есть номера в педные доски. Но не больше пяти осталось. Потому что это очень тяжело удержать большое количество акробатов в одной группе. Платить серьезную зарплату, обеспечивать семьи их. То есть из 15 акробатов в группе, это примерно 30 человек в с вами вместе. С детьми, с женами, со всеми делами. Это финансово очень дорого. Есть жанры, которые никогда не были, ну, типично российскими. Вот сейчас в Сувалене подработали два брата из Италии с номером гаучи, где такими специальными приспособлениями на веревках били в пол-счет. Безумно нравится нам. Но в России почему-то никто не берется на создание подобных миров. А может быть и не надо. Пускай мы уже вот такой эксклюзив в разговорке нам приезжает, будоражит, будоражит нашу публику. Ну вот как-то так. Давайте, может быть, мы с вами, вы уже подваснулись, что вы делали отдельное интервью с артистами. Так мы сами отдельное интервью сделаем, чтобы не утомлять своими разговорами с всех остальных. Что можно, Маленька? По мне и по нему можно работать с удовольствием. Вы знаете, я помимо артилки, я просто по поводу цирка животных, что вы говорите там о, сейчас, критическом состоянии, да? У нас, слава богу, в России не очень критическое состояние, я считаю. Но я вам могу сказать, я три года, три с половиной года уже главная администрация большого московского цирка. И у меня есть кулцентр, там сидят три оператора. Они отвечают по восемь часов в день постоянно на звонки. Я им просто говорю, сколько звонков, что спрашивать. В основном спрашивают, будут ли животные и какие. И всего за три с половиной года один человек спросил. А у вас будут животные? О, я пойду в цирк только на цирку без животных. Один человек за три с половиной года. Понимаете, у нас любят цирку животных. И не надо мешать нашим зрителям. Дорогие друзья, разрешите, я с большим удовольствием вас приглашу на сегодняшнюю генеральную репетицию. Если что-то не так и в процессе спектакль будет остановлен и аскольд будет давать какие-то непосредственно поручения, рекомендации, извинения, не обижайтесь. Сегодня у нас генеральная репетиция. Завтра в мире отечественного цирка два огромных события. Первое событие – это открытие после капитального ремонта нижнего токильского цирка, который у меня тоже когда-то был директором. И завтра он открывается. И самое большое событие – это премьера спектакля «Эмоции» и в большом Санкт-Петербургском цирке. С удовольствием приглашаю вас сегодня. С удовольствием приглашаю вас на интервью с любым из наших артистов в любое удобное для вас время. Двери открыты. Звоните, пишите, приходите. Огромное спасибо за то, что сегодня пришли. Для вас больше и ваше огромное время. Спасибо.